За все, что я не знал, грубо говоря, меня били. Выстрелов не много. И облили бензином. И вот они начали поджигать. И бензин запек кровь. Я тебя, говорит, завалю. Прямо здесь. У меня в бардачке, ну не в бардачке, а подлокотнике, нашли георгиевскую ленточку, две штучки. Ну я 9 мая цеплял, как в Луганске. Да и всегда цеплял для меня. Это праздник великий, я считаю. 9 мая, это выше Нового года. Вот, говорит, глянь, сепаратиста поймали. Тут, говорит, что, говорит, то расстрелять. Командир, говорит? Да. Ну я такой думаю, блин, ну тот же ж меня автоматом, говорит, пошли. Ну я так думаю, ну, как думал, что-то быстро, судьба моя заканчивается. Ну знаете, подсознательно, может, думал что-то, думаю, еще не все. Ну так оно и получилось. Зашли люди, надели мне мешок на голову, обвязали скотчем здесь на шее, руки завязали спереди скотчем. Вот, и вывели на улицу. Вот, подсоединили на какой-то крюк, я стоял. Ну оно возле асфальта, там где-то было, подставили какой-то, ну я слышал, сзади там подставили стулку, человек сел. Говорит, ну что, говорит, сейчас мы тебе, говорит, будем спрашивать. Вот, и выстрелили мне в ногу. В ногу, а куда? Вот, я могу показать, куда. Вот, вот эта дверочка. Ну и как раз сбежался там полупьяный этот батальон, и подошел какой-то хлопец, как треснул у меня лопатой по этому месту, как раз, где кровь текла, отнялась у меня нога, и кровь перестала наверх натечь, но я уже от этого сильно о ноге не заботился. Потом, короче, этот крюк, что у них был там, или, короче, я упал, сполз. Вот, потом меня посадили на лавочку, уже пришло там человек, ну их много было. Это где вас держали? Это держали возле церкви, там какой-то. На улице, да? Нет, это был двор, ну чей-то двор, чей-то дом, в чьем-то дворе, я не знаю, я там жили, я никого не знаю. Знаю, что возле церкви мы проезжали, и за церковью там, раз у них штаб сразу был, грубо говоря, от него там метров пятьдесят дом. Ну, опять же, я же говорю, что пока туда доехали, я видел, а потом же в мешке в этом. Ну, мешок потом слетел, ну и сбежалось много народу, и каждый, ну а запах алкоголя такой плотный, народ пьяный собрался. Да, вот, в тапочках, благо, что в тапочках, ну и потихоньку, короче, меня начали дубасить, ну как не потихоньку, а каждый, каждый, кто подходил, так сказать, имел честь пнуть, так сказать, пока сидел, то падал пару раз, ну, короче, били чисто так, ногами, руками. Потом подошел один хлопец, ну как потом, я не помню всей ситуации, подошел товарищ один, ну, вернее, ударил меня ножом, ну вот, это насквозь. Вот, потом подошел хлопец с собакой, собака черная овчарка, то укусила раз здесь, снизу там, вот, а потом, грубо говоря, здесь же тоже текла кровь полностью, с этой раны, когда ножом ударили. Ну, да, она подпрыгнула и укусила меня за этот. Вот, ну, потом, через где-то, наверное, часик пришел какой-то ихний начальник один, второй, ну, и начали вообще спрашивать совершенно за другое. Ты наводчик? Где стоять грады? Вот, как стреляют? Куды? Який квадрат? Ну, я извиняюсь, не знал я, какой квадрат? Ну, и что, за все, что я не знал, грубо говоря, меня били. И уже хорошо били, в том плане уже, тут уже были... Глядели в какие части тела? Да, везде. Еблили бензином, и это начали поджигать, и начали поджигать, ну, вот эту вот руку, как оно получилось, ну, тут еще, а, тут еще это было, как, на мне рубашка. Ну, что осталось, тоже ошметки, все уже. Ну, подожгут, ну, быстро, я что-то кричать начинаю, быстро тушат. Ну, у меня волосы только сейчас начали жестить, еле-еле, здесь вот более-менее, здесь белая рука. Вот, вот этот командир ихний был позывной доктор, вот, это он меня постоянно допрашивал. Вот, уже он пришел, еще... С круглолицей, больше ничего не запомнил. Без бороды? Без. А подавательные знаки какие-то, знаки различия? Вы понимаете, грубо говоря, когда меня туда уже привели, у меня морда вся была синяя, и глаза заплывшие. Я различал реально силуэты, не более того. Вот, он меня дубасил этой дубинкой, по чем попало? С правой стороны. Дубинка резервая, да? Нет, не резиновая. Она такая, с какого-то сплава, и не резина, и не дерево. Вот, что-то такое, она вроде и не гнется, и в то же время она, ну, ломаться-то, понятное дело, не отчего. Ну, в то же время, знаете, как вот, ну, специфическая, но на ней остаются, вот, была кровь моя вся, вот, на ней оставалась. Он, типа, сука, ты мне дубинку замазал. Потом еще доктор походил-походил, выстрелами в ногу. Говорит, если, говорит, кто-то еще из моих хлопцев с разведроты, говорит, погибнет, говорит, я тебя, говорит, завалю, говорит, прямо здесь. Ну, а я уже лежал, ну, кусок мяса синего. Знаете, что мне помогло голове, вот эти шрамы висит, что она была в бензине. И бензин запек кровь, вот здесь вот. Там гноилась сильно, здесь гноилась, та рана не гноилась. Вот, а вот это на голове, вот это, что-то, вот посередине, вот еще два, что там бензин был. И оно запеклось сразу, и все, вот у меня тут не гноилась, не болела, так, голова как голова. Я просил, чтобы меня застрелили, они сказали, что, пойти, по застрелить у нас тоже надо заслужить. И в конце вот этого третьего дня подошел хлопец один, он такой невысокий был, чуть-чуть с бородкой, по-моему, с такой рыжим. Вот, он говорит, я, говорит, сейчас отпущу. И говорит, если, говорит, кто-то из наших тебя здесь остановит, говорит, я буду до 12 часов сидеть на рации, говорит, скажи, что тебе отпустил тор. Кто? Тор. Тор? Тор. Позывной. Ну, позывной такой. Скажи, что... Скажи, что тебе отпустил тор. Ну, думаю, наверное, думаю, что будут расстреливать. Он меня вывез, вывез на такую левую дверь вообще, боковую. Говорит, ты примерно помнишь, где твой дом? Говорит, ну, на горе с красной крышей, говорит, тебе, говорит, туда вот. Он мне правильно показал, говорит, только, говорит, обходи, говорит, большие улицы. Думаю, а приду домой, тогда мы уже сдохнем. Вот, и на карачках, начнем, на четвереньках, потом мне колени болят сильно, и ноги не сгинаются. Вот, он встал потихоньку, потихоньку, дошел. Уже домой дошел. Вот, ну, потом смотрю, Димка бежит, ну, дверь открыл, ну, сын. Продолжение следует... Продолжение следует...